Привет! Это будет специальный выпуск на канале Фартовый коллекционер. Мы посмотрим и прикоснемся к древностям Египта. Музеи, пирамиды, подводная съемка. Я продолжаю свою рубрику посещения музеев и барахолок в разных городах мира. Теперь выпуск из Египта. Фартовый коллекционер! Yes! После пары удачных сделок с монетами можно махнуть и на море. Кстати, подпишитесь на мой второй канал Монетомания о том, как можно заработать на монетах. Ссылка будет в описании. Я еду в отличный отель в Хургаде, в котором можно расслабиться и получить удовольствие от жизни и, конечно, ощутить магическое дыхание древностей в Каире. В эту неделю я много всего узнал, посетил пирамиды, прикоснулся к артефактам Египетского национального музея. Это крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Пообщался с местным историком и знатоком Египта. Добавил экстрима и скорости в размеренную жизнь коллекционера. Сделал обзор монет Украины в глубинах Красного моря, в котором рассказал, какие монеты Украины стоят дорого. Полностью забыл, что такое сон на эту неделю, так как по ночам мы отдыхали в местном клубе. Приятные знакомства и новые подписчики моего канала. Короче, смотрите, это будет динамично, очень весело. Я продолжаю свою рубрику с поездками по музеям и барахолкам в разных городах и странах мира. Ссылка на плейлист «Феномен барахолки» будет в описании. Как я добрался в Египет? Это государство расположено в Северной Африке. Из Харькова есть прямой рейс в Хургаду. Мы летим на комфортабельном Боинге. Легкий дневной перелет на высоте 10 тысяч метров со скоростью 800 километров в час. Четыре часа полета не прошли даром. По дороге я готовлю новый выпуск на канал. В самолете люди просто смотрели кино и предвкушали свой отдых в Египте. Все, мы на египетской земле. И по традиции, те, кто больше всего переживал в полете, громче всего хлопают. А как вы переносите полеты? Хлопаете при взлете и посадке? Напишите в комментариях. Проверка сотрудниками аэропорта теста на ковид. Мы его заранее сделали в Харькове. Обошлось это удовольствие в 700 гривен 25 долларов. Все, таможенный контроль пройден. И важно прикупить себе местную сим-карту с интернетом, чтобы не привязываться к отельному вайфаю. И это было верным решением, так как мы с ним так и не пересеклись на территории отеля. Ну, он вроде бы есть, но его нет. За 10 долларов я получил 18 гигабайт интернета. И за неделю я потратил 10. При том, что вот этот выпуск я загружал, используя мобильный интернет. А это больше 3 гигабайт. Ну, зайдите и оцените этот выпуск, если не видели. До отеля мы добирались с ветерком и веселым гидом. Регистрируемся у менеджера, который сразу замечает мою камеру. Ну, и пришлось сказать, с какого я канала. Отель просто гигантский. И нас до номера провожает специально обученный человек. Ну, конечно же, не бесплатно. Так что рекомендую в подобные поездки брать побольше мелких зеленых денег. Заезжаем в номер. Ну, как увидите, дальше я там бывал, ну, очень мало. Замечательный бар бесплатный. Предельные кровати. Шкафчик с сейфом, если вдруг что. Можно помонтировать, поработать. Поснимать видеоролики для вас. Здесь потрясающий вид на бассейн. Выйду во двор. Покажу вам, как во дворе. Здесь замечательная такая вот локация, чтобы можно было посидеть, подышать. И вот сам, собственно, сама крестиница. Основное в этой поездке – это эмоции, древности, ну и немного all-inclusive. Мы как раз приехали к обеду. Персонал находится в перчатках, масках. Некоторые блюда выдаются для безопасности вот так. Хотя и были просто островочки с салатами и другими вкусностями. Территория отеля супер большая. Кстати, наш отель находится вот здесь. Это отдельная локация. Вот на карте этот поселок. И это такая локация. на следующий день у нас была встреча с гидом от туроператора в харькове у меня было небольшое желание попробовать заказать экскурсии онлайн заранее на каких-то сайтах но не сложилось и в целом хорошо сейчас расскажу почему нас предупреждает что могут сильно уговаривать и цены будут баснословными так что я был немного насторожен но познакомившись с нашим гидом по имени мина я понял что мы в надежных руках и выбрали полный спектр развлечений на каждый день контакты нашего гида я оставлю в описании можете смело писать и задавать любые вопросы прайс приблизительно вот такой ну это на момент нашего приезда хотелось посмотреть на отель и море людей немного но все радостно греются на солнышке и конечно я почти сразу встретил своего подписчика вот сейчас он попросит вас подписаться на мой канал у нас был вот такой замечательный пирс дальше я покажу почему это круто и какую маску нужно обязательно взять с собой если вы едете отдыхать в египет и давайте же смотреть на дорогие редкие монеты украины на следующий день мы едем нырять с аквалангом еще раз спасибо нашему гиду за эту активность он организовал для нас специально трансфер с мини-экскурсии на правой стороне от нас одни отель на берегу море на левой стороне или кафе или ресторан или бар или магазин афрендзикотека ну хургада у нас ночной город лично вот здесь у нас все светится горит на вот такой с машинки нас довезли в этом году мы едем так это на купаться до упаса с маской last me это все ходит будет Они помогают вам. Я буду тоже с вами. Не переживайте, будьте спокойны. Если есть маска, ласка, железки, то не имеет лава. Меня зовут Хамада, я дайвинг-конструктор. Хамада, дайвинг-конструктор. Привет! Украина! Слава Украина! Руслава, да. Но вы все хорошо, дай мне еще один знак. Я хорошо. И это означает, что проблема. Так что у вас есть проблема? Я у меня есть проблема в моих ушах. Я у меня есть проблема в моем маске. Я у меня есть проблема в моих ушах. Покажи мне вот так. Покажи мне, где у вас есть проблема. И я буду планировать за вас, за все. Помимо погружения с аквалангом, снорклинг, это отличная затея. Я провел полдня, плавая там и рассматривая рыб. Вы спрашиваете, как найти дорогую гривну золотого цвета. Например, 1 гривна 1992 года. Ответ прост. На дне Красного моря есть все. Ну и конечно новые 5 и 10 гривен монеты. Но это супер редкость. Особенно здесь в Египте. В такой отдых входит погружение с аквалангом, катание на банане и на таблетки. Довольно веселое занятие. Рыбалка. Отпускаем. Без рук. Ваня, без рук. Без рук. Ваня, как впечатление? Охеренно. Леша, вперед. Стоит это, да? Отлично, да. Ну и очень вкусный обед с морепродуктами. Подписывайся на канал Портовый коллекционер. Подписывайся на канал Портовый коллекционер. Расскажи, из какого города? Я из Кишинева, Молдова. У-у! У-у-у! Красиво! День на яхте подходит к концу. Мы возвращаемся в отель с нашим персональным водителем. Спасибо, ребята! До свидания! 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 Да, мы к вам, мы с вами. Расскажите нам, где тут ваши клубы, что тут веселого? у нас есть клипсу я утром показал, еще и литр года, а других я не знаю, я старый, уже давно гулял, но я сегодня не готов еще гулять А пойдете с нами в клуб тогда? А с тобой я войду везде Худ час Худ травмадан, худ час А что делать будем? Что делать? Теперь с тобой ничего не надо делать, хватит, смотри Смотрите, здесь дома такие цивильные, то есть нормально, все красиво, все В Каире там прям вообще стрёмно Зашины дома, окон нет, хуже, заразно Серьезно? Да, это город 40 лет этому городу А что это у вас за монета какая-то болтается? Это? Да Это наши деньги сто двадцать лет назад Это было десять копейки за время наше король Фарук Ага Я нашел мою бабушку, мою бабушку на шкаф Ух ты, то есть это древняя монета Да, это стоит больше чем тысяч долларов даже Серебряная? Не серебряная, честно Серебро, серебро Да, но это десять, египские полка Класс, сто десять, сто лет? Сто двадцать лет Ваня, танцуем? Ваня 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 Агре В следующей части видео мы поедем в Каир. Я покажу вам пирамиды, музей. Я возьму интервью у египтолога. Он расскажет, что интересного есть в Египте. Я покажу, что я себе прикупил египетского.